Привет, Влад, рад тебя видеть. Поздравляю тебя с новым контрактом. Какое у тебя настроение, какие эмоции, как шли переговоры? Привет, спасибо большое. Ну, самое главное, контракт подписан, я думаю, для меня, и теперь просто нужно заняться документами и уже полноценно готовиться к сезону. Конечно, такой мандраж был из-за неопределенности, то, что у нас переговоры остановились из-за коронавируса, но самое главное, что мы пришли к соглашению все равно. Там объяснил свою ситуацию. У тебя, по-моему, не было возможности подавать в арбитраж или была возможность, пауза была вот какая-то, и рынок падал, кстати, то есть там было тяжело для... Да, да, ну, у меня, грубо говоря, никаких там возможностей не было, ни арбитрационных прав, ничего такого, то есть и опыта в лиге у меня всего лишь там в 70-е годы, да, то есть там особо-особо ничего не было, поэтому я считаю, сделка более чем успешна. Да, эксперты тоже говорят отличный контракт. Опять же, объяснить для широкой аудитории, трехлетний, именно потому, что ты выходишь на уровень неограниченно свободного агента через три года. Да, да, все верно, через три года можно уже будет выходить на рынок и слушать предложения других команд, но при этом также можно остаться в той же команде. Выходите, регистрируйтесь, забирайте ваши деньги. Оцени работу агента, я спрашиваю это потому, что вокруг Мельштейна в последнее время куча дебатов. Я не знаю, почему он стал таким медийным, я не знаю, на всех сайтах одни говорят за, други против. Вот ты с ним просто вот сейчас общаешься, как с риэлтором, да, когда покупаешь квартиру. Как вообще роль агента в таких сделках? Ну, самое прямое отношение к этому, то есть самое главное, это показатель его работы, это контракты, поэтому надо по этому смотреть, а все, что происходит там в медиа вокруг него, это, ну, мне не особо интересно. Тут самое важное, это именно рабочие отношения. Как тебе слова генменеджера Киколанин? Он тебе комплиментов отвесил сразу же кучу после этого сделать. Наверное, это обычная такая процедура в НХЛ, но какой ты там, не знаю, для себя вывод какой для себя сделал? Что-то он там говорил, надо прогрессировать. В чем тебе надо стать чуть-чуть лучше? Да, во всем, я думаю, все правильно. Даже то, что он не сказал, это я, в принципе, и так прекрасно без него знал, что это нужно выходить на ступень выше в плане игры, то есть во всем абсолютно, и нужно добавлять. И он имел в виду, наверное, скорее, что они от меня ждут еще большего прогресса, в чем я с ними согласен. И нужно просто доказывать это своей игрой. Мне также после подписания написал смс-ку, что рады, что сумели договориться, и ждем тебя с нетерпением в команде. К 24-м годам у тебя уже достаточно хайлайтов в карьере. Можно там говорить об Олимпиаде, еще о чем-то. Я помню просто хит-парад мы составляли на Матч ТВ по итогам сезона 18-19, и я написал лучший защитник российский Гавриков, потому что ты меня поразила полезностью плюс 48. Ты тогда набрал 20 очков в 60 матчах, и сейчас вот ты по итогам этого сезона набрал 18 очков в 69 матчах. Где тяжелее набирать очки? Потому что, по сути, ты вышел на тот уровень, как КХЛ, тогда ты играл, по-моему, в связке с Херсли, да? У тебя была просто бомбическая игра в СКА. Можно ли сказать, что тот же уровень, как в КХЛ, сейчас имеешь в НХЛ? Ну, во-первых, спасибо тебе за это. По поводу очков, в принципе, везде сложно набирать очки. Тут неважно, в какой лиге, но если конкретно про последний сезон мы разговариваем, то для меня вот этот именно шаг вперед в плане игры, он довольно таким стал пробивным, можно сказать. То есть не то, что он был тяжелый, но пробивной. То есть нужно было себя где-то перестроить, переломить в какие-то моменты. То есть все равно игра не такая, какой ты привык видеть до этого, там, 4-5 лет. И из-за этого в начале, может быть, не так все было хорошо. То есть потребовалось какое-то время для этого. Но потом постепенно очки пошли. У Каучка я просто спрашивал, где набирать очки тяжелее в НХЛ и в КХЛ. Это, понятно, форвард, но и вопрос очень банальный. Но он мне прямо сказал, что в НХЛ набирать очки легче, потому что там меньше площадки, больше бросков, больше щита. То есть ты согласен с этим? Ну, сейчас КХЛ, правда, тоже перешла на маленький. Это, ну да, да, это я согласен, конечно, с ним. Имеет место быть, но, опять же, зависит от роли твоей в команде. То есть очень много есть нюансов. У вас расплоченная банда с Панарином Бобровским. Насколько они, насколько это была тема, там, твоих соотношений с Коламбусом сейчас, в ваших, не знаю, может, даже полушутливых разговорах, там, не знаю, как в Тахлешке сидеть? Есть советы, может, вам тебе добавить? Ну, они просто интересовались, как идут переговоры, спрашивали, какие есть варианты. Но, в принципе, у меня не было особо таких вариантов, чтобы я бы мог поменять команду, если бы они меня только не обменяли. Вот, поэтому, то есть тут было понятно, что мы придем к общему знаменателю. Просто был вопрос времени и срок. Контракт на 8,4 миллиона. Кстати, вообще, за три года в сумме, ты считал, сколько останется чистыми? Есть такие у тебя подсчеты? Или ты вообще не считаешь так деньги, не зацикливаешься на этом? Просто что будет, то будет. Потому что там же, с одной стороны, есть 8,4 официальная цифра, с другой налоги и куча всего. Ну, система, да, система налогов, понятное дело. Но и там, скорее, было от первого года, потому что у нас в следующий год очень высокие налоги будут. Два от других все равно, уже немножко не такая история. Но именно сейчас, да, не хотел брать какую-то среднюю цифру или там больше. Сразу все в первый год старались сделать, чтобы эта цифра была поменьше. Так вот, как раз вот, когда уже солидный контракт появляется, нет мысли, там, не знаю, купить, там, наконец-то, ту же самую квартиру Боброску в Коламбусе, да, или обосноваться, там, три года уже можно бросить якорь, или куда тратить деньги? Надо будет подумать по этому поводу, то есть посмотреть вообще рынок, какой сейчас по квартирам, какие есть варианты. Ну, в принципе, да, три года — это довольно такой приличный срок, но, может быть, будет проще что-то арендовать в плане денег, потому что сразу так не получится тоже пойти купить квартиру. То есть это еще надо обдумать все эти бетовые вопросы, также квартира, машина, то есть это все, это все тоже, чем предстоит еще заняться помимо документов. Насколько ты обрадовался, когда Миша Григоренко перешел в Коламбус, олимпийский чемпион, тоже, наверное, дружеский? Да, ну, обрадовался, конечно, он мне до этого еще звонил и спрашивал вообще про команду, как, по моему мнению, его будут использовать и где его видят. То есть мы с ним так поговорили, я на все вопросы ответил, которые его интересовали. Я еще думаю, что это плюс нашей команде, что его мастерство нам может помочь в каких-то наших слабых местах в нашей игре, которые были в прошлом сезоне. Так что я уверен, что это прекрасное подписание, и он нам поможет. Да, атаку Коламбусу надо было усилить, это все видели. Немножко в сторону вопроса, как тебе Россия на Евратуре с финнами? Хоккейные болельщики вдохновлены, ты смотрел вчера матч, как тебе? Отличный матч, мне очень понравился вообще и скорость, и как ребята действовали, все прекрасно, мне кажется. Та игра, наверное, которую болельщики всегда ждут от нашей команды. Сейчас вот опять же такие разговоры, они вечные, наверное, даже в свое время они были. Помню, ты тоже как раз на Евратуре играл. Вот, молодым все время в КХЛ не доверяют, сейчас цифра 91 человек. Ну и понятно, что это из-за пандемии, в возрасте до 20 лет играют в России в КХЛ. Насколько вообще тяжело пробиваться, как ты думаешь, в КХЛ? Потому что следующий шаг – это НХЛ. Действительно, есть такой тяжелый потолок, когда молодому очень трудно себя проявить. Евратура – это шанс для них? Или все-таки гораздо проще, чем описывается? Нет, это большой шанс, естественно. Конечно, на другом уровне немножко себя посмотреть. Для них вообще прекрасна эта возможность. И отлично, что, сколько ты сказал, 90 человек? 91 человек до 20 лет. Сейчас вот уже первый-третий сезон КХЛ. Мне кажется, это очень здорово. Это прекрасно, что тренера все больше доверяют молодым ребятам. И самое, что главное, они доказывают эту свою игру, что они могут держать этот уровень. Выходят где-то на лидирующие позиции. Сразу их для большинства. Это не может не радовать. Почему ты не идешь сейчас в аренду? Были ли такие мысли? Любушкин, это Вярославля сейчас будет играть. Тоже 24 года, по-моему. Что ты думаешь об этом? Я только контракт подписал. Без него я даже не мог об этом ни о чем думать и разговаривать. То есть, если потом еще сезон оттянется, то есть, конечно, варианты. Можно будет его рассмотреть. Но пока я сейчас был заточен только на контракте. И это у меня даже мыслей не возникало. Возвращаясь к плей-офф, где Коламбус был очень интересен. Был ли шанс зацепить Тампа вообще в первом раунде? И первая мысль, когда вы опять на них попали? Это наши клиенты или, блин, это все-таки Тампа? Да, я думаю, ни у кого таких мыслей не было, что если, блин, это Тампа, и ты выходишь на плов, то можно сразу ехать, ехать домой. Отлично. Я был рад, что они нам попались. И было предвкушение серии. Ну, так, они по игре, они нас переиграли. То есть, тот счет говорит сам за себя. Какие-то моменты всегда можно развернуть в свою сторону. Но есть так, как есть, и тем более они чемпионы, обладатели Кубка Стэнли. То есть, все сказано на бумаге, как говорится, и тут даже ни к чему не придерешься. Ключевого момента не было никакого в этой серии? Может, там, не знаю, этот 5-5 овертайм, там могло бы что-то сложиться иначе? Или по-любому они бы выиграли все? Ну, если смотреть сейчас. В любой момент он мог стать ключевым. То есть, если бы где-то там развернулось в каком-то овертайме что-то за нас, или, то есть, тут сейчас уже нет смысла возвращаться, вырошить это. Но все может быть. Все всегда возможно. Выиграть одну игру, потом на этой же волне можно выиграть и вторую. То есть, так же они играли. Все то же самое для них. Все условия одинаковые. То есть, кто больше проявит свое мастерство в данной ситуации. 9 блоков за матч. Один из матчей с Тампой ты сделал. Люди смотрят, с одной стороны, на, ну, статистика просто, цифра 9. Но, с другой стороны, это больно. Вообще, 9 раз себя лупят с шайбой за матч. Не всегда просто это в тебя еще попадает. Иногда просто позиционная клюшка, когда ты блокируешь это, тоже считается за блок. Тут не все то, что в ноги летит, считается за блок. Когда в НХЛ тебе было больнее всего после блока? Куда шайба должна была попасть? У меня была одна игра против Флориды, где в одном меньшее время мне три раза попало. Просто там конек, незащищенное там место на бедре. И еще куда-то там это было довольно болезненно. Просто только из-за того, что именно 3 в одной смене, там за короткий очень промежуток. Так, в принципе, любой блок, незащищенное место, это будет всегда больно. Там, если на коньках блокеров нет, что-то попадет туда тоже. Так же и пальцы элементарно можно сломать, если попадет по рукам. То есть тут уже ничего не знаешь. Пять овертаймов. Как это выдержать? Мы помним там рассказы Зубова, когда он там описывал, что они там бананы ели, форму меняли. Что было у вас? У нас, ну, мы думали, что мы просто идем играть еще одну игру, как будто бы. Ну, и, конечно, это чувство, да, такое, ни с чем было не сравнить. И сводило ноги, и уже, ну, самочувствие было такое, очень уставшее максимальное, потому что пришли на арену там, по-моему, там 11-12, а ушли оттуда в 10 вечера. Ну, и также там нам все, весь персонал команды там помогал, кто чем мог, приносили там воды, размешивали на пике специально также бананы, там какие-то фрукты, орешки, кто там что хотел, как-то подпитываться надо было. Ребята, кто есть, не хотел, просто там подходил, массажер говорил, вот, ты должен сейчас есть, потому что это нужно тебе. Он говорит, я не могу, он говорит, мне все равно, бери, съешь хотя бы половину. То есть, чтобы откуда-то брать энергию. Вы играли на следующий день, в следующий матч или через день? Нет, точно не бэк-бэк был, мы играли через день, наверное, играли, но там, конечно, восстанавливались просто, там, естественно, в смысле, да, я с отеля, мне кажется, выходил только поесть и все, обратно выходил, потом лежал в номере, целый день восстанавливался. Перед серией с Торонто, по-моему, квалификационный раунд, по-моему, чуть ли не все ставили на Торонто, и вас это как-то раздражало? Вот просто у меня один вопрос по этой серии, потому что вы выиграли, по-моему, 5-2, да, бой, 3-2 в серии, была большая, сессация большая, да. Да, главное тут, не важно, кто на кого ставит, главное, как ты ощущаешь это внутри, внутри себя, внутри партнеров, ну и в команде в целом. Все идет от этого, если вы чувствуете, что вы можете выиграть, то все остальное, все, что говорят, это не так важно. Важно выйти и доказать это на льду делом. Закругляя интервью, уже несколько вопросов на финише у нас. Наверное, уже спрашивали тебя об этом, но все-таки, почему Тартарелло так не любит журналистов? Скорее всего, потому что вырешивают вопросами журналисты. Я пару интервью слушал, но там реально бывают такие очень провокационно-странные вопросы, на которые можно, конечно, уйти от ответа, но он сразу это как бы пресекает на корню и жестко отвечает. Тебя Тартарелло назвал осьминогом однажды, вот так что-то прочитал в новостях. Тебя это комплиментом стало? Был такое, да. Да, ну потом, естественно, он объяснил это в интервью, почему он так назвал. Ну, в принципе, да, это можно рассчитать как комплимент. В пандемии ты работал в гараже Панарина. Насколько ты рукодельный? Что ты можешь там сам сделать? Скворечник, построить дом, фундамент, залить бетоном? Что там у тебя? Ну, не настолько это нужно знание, чтобы построить дом, залить фундамент, конечно, не настолько, но скворечник он сделал у него был, а гараж в итоге мы ему делали утепленный гараж. Теперь у него будет теплый гараж. Насколько ты освоился в Америке? У тебя такие же, знаешь, там, может быть, были какие-то там шероховатости поначалу, сейчас ты абсолютно American Boy, и все тебе комфортно? Или все-таки есть такое? Ну, не то, что American Boy, все равно чувствуется, что это другая страна, другой менталитет, другие люди, но ты живешь по другим законам. Это, естественно, ощущается. Но первое время бытовых много, скорее, было вопросов не так много в хоккейном плане, то, что никаких недопониманий, все это, в принципе, быстро решалось. Вот именно какие-то бытовые вещи, к которым ты не привык, к которым надо подкорректировать и настроить. Это было, да, какое-то время тоже заняло. И самое последнее. Сейчас, опять же, это главная тема на повестке дня. Вот ты живешь в Америке. Что-то изменится, если будет не Трамп, а Байден? Или это вообще ничего не меняется? Просто там политика — это политика, а жизнь остается в жизни. То есть все одно и то же. Что-то все равно изменится, но я не так много времени провел еще в Америке, чтобы сказать как-то четко, что это лучше или это лучше. То есть я еще пока от этого далек. Все, спасибо. Хорошего тебе сезона. Надеюсь, поиграешь в СКА на правах аренды. Пока. Все, спасибо, спасибо, Паша. Давай, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...